Лишь усвоив в возможном совершенстве первоначальный материал, то есть родной язык, мы в состоянии будем в возможном же совершенстве усвоить и язык иностранный. Но не прежде. Фёдор Михайлович Достоевский. Подобно изречению великого классика, без знания родного языка человек становится словно потерянным, оторванным от своей этнической общины. По мере взросления человек ощущает целостность со своим народом всё крепче, и естественным связующим звеном выступает как раз родной язык. В ряде известных событий наших соотечественников разбросало по всему миру. Растёт целое поколение вдали от родины, оттуда и все вытекающие последствия, в том числе и незнания родного языка. И тут на помощь приходит всепоглощающий интернет, дистанционные курсы чеченского языка, как глоток свежего воздуха для желающих познать свой родной язык. Вот так свободно и незатейливо через международную виртуальную сеть соединяются континенты и познаётся родной язык. Всё то же самое, как и в реалии. Доска, презентация, общение, звук и видео. В течение урока преподаватель отвечает на любые вопросы по чеченскому языку, если даже вопрос не касается текущей темы. Одно занятие длится один астрономический час, то есть 60 минут. Но практика показывает, что продолжительность обычно увеличивается на 10-15 минут из-за разыгравшегося энтузиазма учеников. Только через язык можно себя идентифицировать как личность. Только язык несёт вот этот код культуры. Культуры, которая, во-первых, знакомит тебя с истоками, во-вторых, формирует тебя через эти истоки. Курсы чеченского языка не ограничиваются конкретной национальностью, потому что тема изучения чеченского языка является актуальной и для многих представителей других национальностей. Например, как для Алины. Она осетинка, и изучение чеченского языка для неё как хобби, которым она овладевает очень мастерски, судя по произношению. Важным новшеством на курсах является то, что каждый урок записывается. Это позволяет дополнительно повторять видеоурок, а отлучившимся просмотреть заново. Сам курс рассчитан на 50 занятий. Продумана разноступенчатая система обучения. Каждый желающий может выбрать тот уровень знаний, который ему близок. География аудитории также расширяется. Есть ученики практически на всех материках. В чём успех дистанционной методики изучения родного языка, мы поинтересовались у автора проекта и основателя сайта nahchala.com. Зелимхан сам проживает в Москве, и интервью нам дал в излюбленном режиме онлайн. Когда я оценивал всю свою работу, которую надо будет делать, организационную, я понял, что использовать такие площадки более продуктивнее будет. Контролировать это всё технически. Там очень много таких моментов за кадром, которые там идут. Все эти организационные моменты, технические моменты. Россия – наш общий дом. Государственным языком является один – русский. И ещё 23 официальных языка субъектов. Всего население, проживающее на территории Российской Федерации, говорит на 174 языках, включая наречия. Вот насколько широкая многочисленная языковая культура россиян. Но внимание к родному языку уделяется в каждом субъекте Федерации. Например, в нашей республике даже провозглашён день чеченского языка. Это 25 апреля. В 2005 году впервые его обозначил глава Чеченской республики. И ежегодно этот день встречают с выраженным чеченским колоритом и фольклорным настроением. Он способствует сохранению традиций и популяризации родного языка среди молодёжи. Конечно, знания родного языка являются важнейшим аспектом для представителя любой национальности. А проблема его изучения стала уже притчей во языцах, которую требуется изменить. Ведь родной язык — это душа нации. Субтитры создавал DimaTorzok